Удобный для себя участок для голосования, как на выборах депутатов Госдумы, так и на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края, могут выбрать для себя жители региона. Однако, как отмечают в избиркоме, нужно учитывать ряд моментов. Если житель Камчатки выезжает за пределы края и желает принять участие в выборах на материке, он получит только один бюллетень по выборам в Государственную Думу и сможет поддержать только какую-либо из политических партий. Проголосовать за кандидата по одномандатному избирательному округу Камчатский избиратель сможет только на территории полуострова, в случае, если он передвигается внутри региона. Например, кто-то из районов приезжает в город на лечение, в этом случае избиратель получит оба избирательных бюллетеня. Аналогичная особенность есть и на выборах депутатов Заксобрания края. Когда избиратель передвигается внутри региона, выезжая за пределы территории своего одномандатного избирательного округа, он сможет получить на руки только один избирательный бюллетень для голосования по партийным спискам. Подать заявление о включении избирателя в список голосующих по месту нахождения можно со 2 августа через личный кабинет на едином портале Госуслуг, а также в МФЦ. Кроме того, избиратель может обратиться в территориальную комиссию по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт. Отметим, что с 8 сентября к обработке заявлений избирателей приступят и участковые комиссии. Окончательно этот процесс завершится 13 сентября. Выбор депутатов Государственной Думы России 8-го созыва и Законодательного собрания Камчатского края 4-го созыва состоится в сентябре 2021 года. Голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 числа.